МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сыграло с ними добрую шутку. Холодный май не дал болезням уничтожить растения, а июльские дожди позволили зернам налиться. Именно поэтому они такие плотные и тяжелые. Кстати, раз колосец смотрит вниз, это значит, что пришло время убирать пшеницу. Но поспособствовав наливу зерен, дождь вместе с тем не дал аграриям начать уборочную вовремя. Первые комбайны вышли в поля лишь в первых числах августа. Северный район Татарстана и вовсе приступили к сбору урожая несколько дней назад. В день комбайны, как видите сами, работают на прямом комбинировании. И уже, соответственно, когда наступает вечер и ночь, ночную семену, комбайны подстепляют свои подборщики и заходят в те участки, где уже скошена хлебная масса волки. С полей урожай отправляют на зерноток. Здесь, если культура слишком влажная, ее плющат по специальной технологии. Зерна перемалывают вместе с консервантами и упаковывают в специальные рукава. Эту технологию в республике применяют больше трех лет. В основном ясмень, азимы, пшеницу мы делаем и кукурузу, конечно, на зерно. Но в этом году еще про кукурузу говорить рано. Здесь плюс в том, что уже не надо через дробилку пропускать, лишние затраты делать. Прямо будем добавлять по технологии. В целом, потери азимах удалось избежать, говорят аграрии. Средняя урожайность по Татарстану 35 сантиметров с гектара. Уже собрано более полумиллиона тонн зерна. Но подсолнечник и кукуруза могут не поспеть. Есть опасность о том, что все-таки эти культуры на ряде полей могут и не созреть. Хлеба будет много. То есть на хлеб цены не будут повышать, в принципе? Нет основания для этого. Разве только там повысятся, опять же, энергоносители. В эти дни агрария не только собирает урожай, но и готовит корм для скота, а также планирует посевную, которая будет идти параллельно с уборочной сродой. А зиму рожь, например, нужно посеять до 30 августа. Пшеницу до 10 сентября. Главное, чтобы погода впредь благоволила. Привычно отмечают труженики села.